Рассмотрим два весьма важных элемента в начале и в завершении, допустим, какой-либо комбинации. Но все по порядку. Итак, первый элемент это стопинг. Мы не всегда успеем нанести мощный удар, когда противник ломится на нас. Поэтому самым простейшим будет действием это выставить руку, его остановить. То есть противник на нас двигается, мы его останавливаем на дистанции. Это позволяет нам, во-первых, прийти в состояние готовности, проконтролировать эту дистанцию. Если у нас есть какой-то девайс, ближайшей рукой мы его останавливаем и сразу же хватаемся за необходимый девайс и выводим его в состояние готовности. Точки для остановки. Лицо, не надо целиться именно в лоб, только можно скользнуть и противник дойдет до вас. Плечо, плечо, вверх груди, в районе шеи. Вот это основные точки. Ниже уже бессмысленно, у вас не получится его остановить. Еще раз. Противник с нами сближается. Первое. Мы остановили. Не пытаемся ударить. Еще что-то. Именно остановить. Это будет быстрое, четкое движение. После чего совершаем какую-либо работу. Если мы протопанили дальнюю дистанцию и он все-таки умудрился оказаться ближе, останавливаем его предплечье. Таз чуть-чуть уходит назад. Предплечье. Где-то уровень груди и шеи не перпендикулярно, чуть-чуть диагонально. Остановили, опять же, либо вывели стояние готовности, либо остановка и доработка. Очень важный элемент, о котором многие забывают. Остановить и потом доработать. И второй важный элемент. То, что называется закрыть за собой дверь. Что это значит? Чаще всего, отработав какую-то комбинацию, которую мы представили, подготовили, мы зависаем. У нас программа закончилась. И мы чаще всего остаемся в зоне синтезренности. Если противник устал раньше, нам ничего не выразить. Если же нет, то в этот момент нам может прилететь удар. Поэтому, завершив комбинацию, мы должны закрывать за собой дверь. Например, раз, два, три, и свободный уход, я разорвал дистанцию, закрыл за собой дверь. Это мы можем наблюдать достаточно часто. Вошли в клинч, бам-бам-бам-бам, закрыли за собой дверь. В варианте спортивного ножевого боя. Поработали ножом, ножом, опять вошли в клинч, разорвали дистанцию. Обязательно закрывайте за собой дверь. Это касается как спортивных вариантов, так и условно-прикладных. То есть на улице то же самое. Вы отработали, уже у вас должен быть рефлекс разрыва дистанции, закрытия за собой дверей. Если вы присмотритесь, мы постоянно эти два элемента можем видеть, опять же, профессионалов на ринге. Когда боксеры сходятся, раз, остановил. Здесь я перекрыл ему обзор для нанесения. Остановил, не даю работать. Вот он, стопинг. И пошло продолжение. И опять же, как только мы вошли в клинч, работал в углу, работал возле каната, я прошел, не надо видеть, может не получится. Но закрыть за собой дверь получится всегда и обязательно. Подумайте и научитесь это использовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!